Советские читатели, взрослые и дети, с глубоким интересом обращаются к литературе стран народной демократии. Они узнают о свободной жизни простых людей, об их трудовых подвигах, о минувших днях борьбы с фашистскими захватчиками. Правдиво и ярко повествует о делах и думах нового человека известный чешский писатель Яндрда. Во многих его произведениях звучит большая тема народной любви к Советскому Союзу, к доблестной советской армии-освободительнице. Вот один из его героев, добродушный лесник Громек. Приехав на несколько дней в Прагу, он сразу нашел дорогу в один гостеприимный трактирчик. Мы застаем его за дружеской беседой со старым трактирщиком. Да, пан трактирщик, немало у добрых людей позади всякой нелегальщины, которой они занимались в эту войну. Конечно, как кому повезло. Наши места, я бы сказал, не располагают к подпольной работе. А вы сами-то откуда? Из горной стршилки. Лесником там служил. Выбрался вот в Прагу сестру навестить. И саботировать-то в нашей дыре было нечего. Хотел бы я знать, как может саботировать лесник, живущий в таком медвежьем углу. Приказать деревьям, чтобы росли помедленнее, я не могу. Ну вот, а бурелом мы всегда делили между своими, чтобы в руки нацистам и сучка не попал. Ещё кружечку. Выпью, выпью. И так, значит, у нас этой нелегальщины не было. Не было, не было, не было. Случая подходящего не встречалось. Зато всяких приключений в последнее время было вдоволь, вдоволь. Что правда, то правда. И больше всего с этими, с ангелами. С кем? Как вы сказали? С ангелами. Было это в сорок четвёртом году. Перед самым Рождеством, значит. Близилось полнолуние, ночи стояли тихие, ясные. Чёрт возьми, говорю я себе. Старый Громык, иди погляди по лесу. Знаешь ведь, что эти ребята, браконьеры, захотят ухлопать какого-нибудь зайца для пирушки. Ну не то, чтобы мне было жалко для них куска мяса. А для порядка. Должен я всё-таки знать, что у меня происходит в лесу. Так вот, иду я ночью через вырубку. Что такое? Так и есть. Рышанок. А это, надо вам сказать, самый ловкий браконьер в наших местах. Увидел меня, заиграл на гармошке, да ещё и запел, проклятый парень. Старый праник как-то в лес, вышел прогуляться. Заяц прыгнул и исчез, не догонишь зайца. Что же делать, как же быть, как бы зайца раздобыть? Стрелять грешно, стрелять смешно, забудь такой обычай. Скорей, мелок, поставь селок, и будешь ты с добычей. А, пан Лесник, доброй ночи. Не спится? Ла-ла-ла, ты лучше скажи, что у тебя в сумке. Пустая, пан Лесник. Ягоды прошли, грибы кончились. Ступай, ступай. Ничего, зубоскали. Погоди, доберусь я до тебя. Приятных сновидений, пан Лесник. Нужен заяц на обед, нужен и на ужин. Но пока что зайца нет, хоть весьма он нужен. Долго ждать хитрец не стал, прямо в чащу ускакал. Долго ждать хитрец не стал, прямо в чащу ускакал. Стрелять грешно, стрелять смешно, забудь такой обычай. Скорей, мелок, поставь селок, и будешь ты с добычей. Ишь, смеется надо мной. Проходи, мецедка. А что ты с ним будешь делать? Не пойманный, не вор. Эх, да. Ладно, иду дальше. Снег похрустывает под ногами. Тишина, как в церкви. Да, так и подмывает закурить трубочку. Уминаю тавак пальцем, чиркаю, пускаю дым. И вдруг вижу, вижу, черт возьми, Что на одной из сосен лежит эткая великанская снеговая шапка, И вдобавок шевелится эта шапка, как живая. Бегу туда, гляжу, но вы не поверите, На сосне, на самой верхушке висит живой человек. Ну, точь-в-точь, кукла на елке. Ты кто такой? Я ангел небесный. Ну, браток, ты перепутал малость. Елки зажгут только через неделю. Конечно, но должен я подарки приготовить. Как ты полагаешь? Так слезай вниз. Я проверю, что это за подарок. Да я не могу. Погоди, что это там над тобой белеет? Вроде простыни что-то. Э-э-э, братец, сдается мне. Дядя, дядь, ты чек? Ну, а кем же другим мне быть? Я имею в виду порядочный и честный чек. На этот счет у меня все в порядке, ну? Ну, так вот, лесник. Слушай, я парашютист. Так. Зовут меня Лойза. С тебя этого хватит. Запутался здесь на этой сосне. И уж добрый час вешу и не могу сдвинуться ни туда, ни сюда. Я сейчас, значит, перережу эти шпагаты и свалюсь вниз. Если поломаю себе руки-ноги, а это почти непременно случится, так тебе придется взвалить меня на спину и тащить домой. Или ты можешь передать меня жандармам. Но знай, денька через два-три сюда придут мои товарищи, и тебе тогда не сдобровать. Да ты что! Точно я нехристь какой или подлец последний. За такие слова надо бы оставить тебя еще повисеть часок-другой. Ну вот что, парень, ты ничего не режь. Побудь-ка тут еще немножко. Я сбегаю домой за лестницей. Ладно, папаша, только поторопись. Не пожелал бы я вам видеть, пан трактирщик. Что это было, когда я тащил по снегу пятнадцатиметровую лестницу? Сначала я нес ее подмышкой, балансировал точно комедиан на канате. Потом просунул голову между перекладинами. Наконец, снял ремень от штанов и поволох ее, как сапки. Ну и вывалился я весь в снегу. Ноги у меня скользили каждую секунду. То я падал на лестницу, то лестница на меня. Две недели спустя у меня еще были синяки по всему телу. А тот парень, ох, когда я добрался до сосны, он до того закченел, что еле языком ворочал. Влез я туда, послал паренька вниз, а проклятый парашют в конце концов распутал и снял с веток. Упарился я при этом, будто распилил три здоровых кубометра дров. Потом подхватили мы с ним лестницу за концы и марш ко мне в лесную сторожку. Жена, как полагается, на меня сразу набросила. Бродяга, кого это ты, скажи, на милость привел? Ангела. Ты что, вовсе спятил? Раз в год и то слова путного не скажешь. Ишь ты, ангела. Пан Весник правду говорит. Ангела. Да вы что, издеваться? А ты, жена, чем кричать, лучше чаю завари. Да покрепче. Видишь, что с человеком делается? Он ведь... Бедняжка. Обледенел весь. А ты что ж молчал, старый пень? Садитесь вот сюда, к огоньку поближе. Пожалуйста, пожалуйста. Я сейчас только вас иду. Постепенно наш ангел оттаял и до трёх часов ночи всё нам рассказывал. Жена, понятное дело, в слёзы расчувствовалась. А потом прямо расцвела, когда он нам расписывал, как русские гонят нацистов, бьют их из земли и с воздуха. А весной придут уже и сюда, к нам. Скорей бы. Сил нету терпеть. Фашисты уже дочистов всё проиграли. У нас теперь будет Народная Республика. В этом русские поручили с нашим. И они сдержат слово, какие бы там громы ни гремели. Ну, брат парашютист, ты ведь взаправдашний ангел. Ангел! Об этом я должен завтра желтым рассказать нашему лесничему. Он от радости с ума сойдёт. Нет. Господину лесничему на этот счёт лучше ничего не докладывать. Не докладывать? Нет. Так лесничий он. Верно. Кто знает, что у него на душе. Ты, папаша, разузнай лучше по округе, нет ли где по хатам ещё других ангелов. Как? Ещё должны быть? Нас тут целый десяток спрыгнул. Трое чехов и семеро русских. Мы должны поскорее собраться все вместе, потому что подарки нужно готовить к Новому году. Сходи-ка ты, старик, завтра к этому крышанику. Крышанику, да. Разузнай у него, он вечно по лесу шныряет. С позаранку побежал я к этому подлому браконьеру. Его милость-рышаник ещё валялся на перинах. О, кого я вижу! Пан лесник, собственной персоной. Рышаник, проклятый парень, не запирайся. Эх, долго ты вчера в лесу был. Ха-ха, малины спелый набрал и домой. Ах ты, эх, не до шуток мне! Отвечай толком, я тебя насквозь вижу. Мало что вы видите, пан лесник. Это к вам могут и ангелы небесные померещиться. Ну, вот что. Ангелов небесных я тоже видел, Рышаник. Из-за них ты и пришёл сюда. Не городите чушь, пан лесник. Оставьте ваши фантазии. Да какие там фантазии, Рышаник. Ох, у меня ведь тоже один из этих ангелов прячется в хате. Шутите, пан лесник? Верно, парень, говорю. Послушайте, Громок, ведь у меня их пятеро спят в сене на чердаке. Что же тут долго рассказывать, пан фрактирщик? К вечеру мы с Рышаником отыскали в чаще всех остальных десяток здоровенных ангелов с автоматами, гранатами, взрывчаткой, ну и вообще со всем ангельским снаряжением, как полагается. Пятеро жили у нас, пятеро у Рышаника. Ребята эти были, что ветер, шмыгали по нашим местам во все концы и домой возвращались поздно, под утро, когда петухи кукарекают. Люди добрые, ведь я сам начал давать советы этому окаянному Рышанику, где ставить ловушки на зайцев, чтобы как-нибудь прокормить наших ангелов. А если на вырубки поставить, пан Лесник, как вы думаете, пойдет дело? Ух ты, ты лучше вот что, ты к черным болотам пройди. Ага, к черным болотам. Ну да, да, там зайцев, видимо, не видимо. Тьфу, что я говорю? Ничего не поделаешь, пан Лесник. Парни молодые, здоровые, им только давай. Слышать тебя не хочу, понимаешь? Иди там и ставь! Старый праник как-то влез, вышел прогуляться. Заяц прыгнул и исчез, не догонишь зайца. Что же делать, как же быть, как бы зайца раздобыть? Что же делать, как же быть, как бы зайца раздобыть? Стрелять грешно, стрелять смешно, зовут такое выречи. Скорей, не мог поставь, смог и урожай забыть. Накануне самого Нового года Этот Лойза, что приземлился на верхушке сосны, отвел меня в сторону, огляделся. Так вот, папаша, сегодня вечером мы идем раздавать подарки, но ты об этом не гу-гу. Ой-ой-ой, а что же такое, Лойзик, елочки? Да, елочки, а главное фейерверк, чтобы торжественнее было. Так, все идете? Все. Слушай, папаша, если хочешь этот праздник увидеть, так надо тебе незадолго до полуночи взойти на чертов пик и полюбоваться на все это великолепие. Ну, понятно, в тот вечер я места себе не находил. У меня тряслись руки. Я то и дело поглядывал на часы. Жена ворчала, а я сидел, как на иголках. В половине одиннадцатого хватаю двухстволку. Говорю, жена хоть и праздник, а служба служба, и не успела она арта раскрыть, а я вот из хаты. Ночь, скажу я вам, только картинку рисовать. Луна полная, небо чистое, морозит скрепкой, и тишина, ну, аж ушам больно. Забрался я на самую верхушку пика. Там у старых букв есть такая еловая поросль за камнями. Уселся я на кучу хвороста, трубочку прочищаю, и тут мне вдруг в голову пришло, куда же это наши ребята все-таки отправились. Но не успело все это толком уличься в моей башке, как вдруг. Пан Лесник? Какими судьбами? Убирайся вон из лесу, эй ты, а не то я тебя вышвырну. Потише, потише, Громок. У каждого свое дело. Я тоже тут посижу на хворосте. Ну, мое почтение, если наскочит на нас обоих господин Лесничий. Его удар хватит. Проклятый браконьер рядом с Лесником сидит. Иначе в засаде на зверя. Тш-ти. Полночь. Вдруг с нашими ребятами что-нибудь приключится. А? Там внизу в деревне повсюду гестаповцы. По дорогам патруль на патруле. Полным-полно жандармов. Зря я их от них отпустил. Надо было с ними пойти. Я все-таки знаю каждую тропку. Каждый кустик знаю. Все укромные уголки. Слушай, ты, каменный ты, что ли, Рышанок, что ты молчишь? Но этот дурень мне вообще не отвечал. Уставился в сторону долины, будто хотел просверлить глазами ночную тьму. Мороз крепчал, только деревья потрескивали. Я уже превратился в ледяную сосульку. Каково же было Рышаноку в его потертой куртке. Однако парень и глазом не моргнул, словечка не проронил. Посасывал себе потухшую трубочку. Вдруг схватил он меня за руку. Глаза у него, как у ястреба. Смотрите, пан лесник. Глубоко внизу под нами, в отдалении и наравнении, выскочил крохотный огонек, почти искорка. Не больше, чем огонек грошовой свечки. Один только миг, и вдруг все небо разверзлось. От роду я ничего подобного не видывал. От земли оторвался огромный огненный столб. Он взвелся вверх, рассыпался во все стороны. И в ту же минуту небо заполыхало пламенем. Наш дедушка рассказывал о таких огненных столбах, которые, мол, в старину стояли на небе и предвещали войну. Ну, черт побери! Это был столб! Так столб! Дедушка бы на карачках ползал. И еще два раза взлетел огонь. А зарево тем временем разлилось во всю ширину. На полнеба! Тут послышался откуда-то из глубины глухой гул и содрогнула земля. Сердце у меня захолонуло. Я онемел. Только вцепился в руку Рышанику. А Рышанок, этот браконьер, вдруг бросился мне на шею. И тут мы, дураки, стали целоваться, как денег с мженкой в протанной девесте. Подарки, лесник! Подарки! Эй, Эльвер, все в клочья разнесли! Ай, молодцы! Мы то смеялись, то плакали. Я не совру вам нисколько, пан трактирщик. Мы ревели, как малые дети, от радости, что наши не сдаются перед этими гитлеровскими бандами. Что золотые русские ребята дают нам такие замечательные уроки, что, ну, словом, когда парни утром вернулись целы и невредимы, так мы на радостях как следует промочили глотку. Это была аллилуйя, черт возьми! Век не забуду! Да, а Рышанек притащил четырех жирных зайцев. И где он их только подцепил, браконьер проклятый? Старый франик как-то влез, вышел прогуляться. Заяц прыгнул и исчез, не догонишь зайца. Что же делать, как же быть, как бы зайца раздобыть? Что же делать, как же быть, как бы зайца раздобыть? Стрелять смешно, стрелять смешно, забудь такой обычай. Скорей, мелок, поставь силок, и будешь ты с добычей. Нужен заяц на обед, нужен и на ужин. Но пока что зайца нет, хоть весьма он нужен. Долго ждать хитрец не стал, прямо в чащу ускакал. Долго ждать хитрец не стал, прямо в чащу ускакал. Стрелять грешно, стрелять смешно, забудь такой обычай. Скорей, мелок, поставь силок, и будешь ты с добычей. Ну, а дальше-то что было? Ну, а что могло быть? Высидели эти ангелы в нашем полисе до самого мая и такого натворили фашисту, что тот света не взвидел. Наценить-ка еще кружечку, пан-трактирщик. Да, нелегальщины у нас не было, для нее наши места не приспособлены, зато приключений было, дай бог всякому.